Медики детской больницы и скорой помощи бьют тревогу. За последнюю неделю резко увеличилось количество подростков, которых пришлось спасать из-за отравления наркотиками. «Это было во вторник, около шести вечера, когда в интервале от трёх до пяти минут мы получили десять вызовов в Орега. Было установлено отравление наркотическими веществами у десяти подростков. К сожалению, большинство из них находились в очень тяжёлом критическом состоянии с проблемами дыхания. Самому младшему подростку было всего 13 лет, и это была девочка. То, что объединяет все эти случаи за последнюю неделю и почему мы начали переживать, все эти молодые люди найдены без сознания, со спёртым дыханием, с узкими зрачками, ну почти как уже в состоянии комы. В детскую больницу было доставлено семь несовершеннолетних. Тут отмечают, что пугает и то, что некоторые из подростков через сутки поступают снова, в таком же состоянии. Одного молодого человека привезли ещё и с осложнениями, и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Молодые люди по-разному рассказывают о том, что они употребляли. Сами они думали, что употребляли марихуану, что, конечно, тоже не поддерживается. Потенциально подозреваемый препарат имеет очень узкий спектр действия, а это означает, что его очень и очень легко передозировать. А передозировка может быть фактически с летальными последствиями. Появился ли на рынке какой-то новый препарат, который стал причиной такой массовой передозировки подростков? В полиции говорят нет. Мы в Латвии не констатировали случаев, где марихуана была бы смешана с синтетическими опиоидами или с новыми синтетическими опиоидами. Карфентанил или что-то такое. Я говорю про 2024 год, что констатировано в отдельных случаях, когда марихуана плохого качества, она смешана с тем, что в народе называют спайсом. Его звёздный час вроде как и закончился, но каждый год какой-то объём спайса в государстве есть. Один из путей, как марихуана плохого качества попадает в Латвию – контрабанда, говорят в полиции. Её ввозят из других стран, где марихуана разрешена в медицинских целях. И перед тем, как попасть в Латвию, чтобы усилить эффект, её смешивают со спайсом. Находили её даже в покоматах. Как улучшить ситуацию? Врачи говорят, работать с причиной проблемы, а не только с последствиями. Во-первых, нужно думать о том, как остановить попадание нелегальных веществ на рынок. Во-вторых, нам нужно думать о подростках. Как сделать их жизнь интересной по-другому, чтобы их не интересовали эти вещества? А что, если они всё же оказались зависимы? Где они могут получить медицинскую помощь и реабилитацию? Специалисты отмечают, что всё больше подростков и в маленьких городах и школах употребляют запрещённые вещества. Поэтому родители призывают быть внимательными и разговаривать со своими детьми.